Полсотни административных нарушений заработали несанкционированные торговые точки только за одну неделю. Как сообщает Пресс-служба мэрии, торговля без разрешения стала частым явлением. Штрафы от 3 до 5 тысяч рублей для рядовых горожан, от 10 до 15 для должностных лиц и до 50 тысяч рублей для юридических, этих самых лиц не пугают. Чиновникам стоит задуматься. Сегодня в поселке Гадь горела дача. Все случилось быстро, выгорело все внутреннее помещение, кровля осталась цела. Во время возникновения пожара внутри находился мужчина, из огня он успел выбраться, пострадавших нет. Была опасность распространения огня на близлежащие постройки, но пожарные все потушили. Антикафе появилось в нашем городе. Особенностью вишневого кроля, именно так называется это место, является то, что посетители не платят за чай, кофе, булочки и конфеты. Все, за что нужно платить, это лишь время, проведенное в заведении. Стоимость 1 минуты 2 рубля. Помимо бесплатных угощений, все пришедшие могут играть в настольные видеоигры, а также воспользоваться бесплатным доступом в интернет через Wi-Fi. С августа этого года пенсионный фонд скорректировал, к счастью для пенсионеров, в большую сторону трудовые пенсии. Теперь более 6 тысяч работающих орловских пенсионеров будут получать на 116 рублей больше. Конечно, такая надбавка не поможет им жить достойно.